Иудейские богословы «Первое есть, — ответил Христос, — слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Бог единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумом твоим, и всею крепостью твоею». И вот вторая. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Нет другой заповеди больше этих. На этих двух заповедях держатся закон и пророки». Закон и пророки — синоним Ветхого Завета. «Прекрасно, — вынужден был согласиться книжник. — Истинно ты сказал, что Он един, и нет другого, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем разумением, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, больше всех всесожжений и жертв». Отвечая книжнику, Христос определил свое отношение к древнему Моисееву закону, и из Его слов становится понятным, почему Он хотел сохранить его. Когда речь заходила о Писании, Иисус говорил прямо, «Не подумайте, что Я пришел упразднить закон или пророков. Я пришел не упразднить, но исполнить, то есть наполнить, восполнить, завершить, придать полноту, ибо истинно говорю вам, пока не пройдут небо и земля». «Ни одна йота или ни одна черта не пройдет в законе, пока все не сбудется. Если ваша праведность не будет больше праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». Таким образом, Христос учил о Библии как о божественном откровении и признавал необходимость живого церковного предания, которое раскрывало бы его смысл. Именно поэтому Он говорил народу о фарисеях, «Все, что они скажут вам, исполняйте». Но если книжники часто прибавляли к закону сотни мелочных правил, то Иисус возвращал Ветхий Завет к его истокам, к десяти заповедям Синая, к подлинному Моисееву наследию, сохраненному пророками. Притом Он относился бережно и к внешним предписаниям, не желая соблазнять малых сил и порывать с традицией. Никто, замечал Иисус, испив старого вина, не захочет молодого, ибо, говорит, старое лучше. Тем не менее, толкуя Тору, Он переносил центр тяжести из сферы церемоний в область духовно-нравственную. Более того, Он углублял и дополнял этические требования закона. Если закон воспрещал убийство, то Иисус призывает изгонять из сердца ненависть, корень преступления. Если закон осуждал нарушение верности брака, то Иисус говорит об опасности порочных чувств. Если закон требовал соблюдения клятвы, то Иисус вообще считает ее излишней. Да будет же слово ваше «да-да-нет-нет», а что сверх этого – от лукавого. Следует отметить, что новой в точном смысле слова Христос назвал только заповедь о самоотверженной любви. Те же комментаторы, которые считают, что вне Евангелия речь шла лишь о поступках человека, а не о его внутренних побуждениях, игнорируют данные источников. Даже такой краткий кодекс, как «деколог», говорит о сердечном грехе – зависти. В Талмуде сказано «страсть», вначале как бы «чужой», после «гость» и, наконец, «хозяин дома». Отметим также, что евангельский взгляд на клятву совпадает с ессейским. В языческих кодексах кара часто была более тяжелой, чем само преступление. Ветхий Завет положил в основу закон справедливости – око за око, зуб за зуб. И Иисус отделяет уголовное право от нравственности, где действуют иные принципы. Людям свойственно ненавидеть врагов, но дети Божии должны побеждать зло добром. Им следует бороться с мстительными чувствами. Мало того, они должны желать добра своим обидчикам. Это высший подвиг и проявление подлинной силы духа – уподобление самому Творцу. «Любите врагов ваших и молитесь загонящих вас, чтобы стать вам сынами Отца вашего, Который на небесах, потому что солнце свое, Он возводит над злыми и добрыми, И изливает дождь на праведных и неправедных. Ибо если возлюбите любящих вас, какая вам награда? Не то же ли самое делают и мытари? И если приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не то же ли самое делают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный». Вот захватывающая дух высота, куда Христос призывает человека. Слова Христа о непротивлении злу иногда истолковывались, например, Львом Толстым, В смысле полной пассивности. Между тем, мы видим, что сам Христос такой пассивности не проявлял. Он изгнал бичом торгующих в храме. Он протестовал, когда слуга первосвященника ударил его по лицу. Он говорил о великой любви, о тех, кто положит свою жизнь за ближних. Поэтому его слова о снесении и оскорблении следует понимать как призыв побеждать зло добром. В этом пункте Евангелие согласно с учением лучших из законников. Подражайте свойствам Божьим, как Он милосерд, будьте и вы милосердны. Сата. Плати добром за зло. Шмот раба. Закон считал ближним только соплеменника и единоверца. Но Христос не ограничивает это понятие столь узкими пределами. Когда один книжник спросил его, кто мой ближний, вместо ответа он рассказал об Иудее, который попал однажды в руки грабителей. Ослабев от ран, лежал он у дороги и с горечью видел, как священник и храмовые служители равнодушно прошли мимо него. Меньше всего он ожидал сочувствия от самарянина, ехавшего вслед за ними. Мог ли этот иноплеменник и еретик оказаться лучше жреца и левита? Однако тот остановился и, не спрашивая ни о чем, помог пострадавшему, перевязал его раны, довез на своем муле до гостиницы и заплатил за него вперед. «Кто из этих троих, спросил Иисус книжника, думается тебе, оказался ближним попавшему в руки разбойников? Сотворивший ему милость, не мог не признать тот. Иди и ты, поступай так же». Христос заставил его самого прийти к мысли, что братом и ближним может быть любой человек. Он постепенно приучал своих последователей и к новому непривычному для них взгляду на язычников. Так он не скрыл своей радости, узнав об эллинах, которые искали с ним беседы. А накануне своих страданий Христос скажет, что его Евангелие должно быть проповедано во свидетельство всем народам. Когда римлянин, офицер Капернаумского гарнизона, прося Иисуса исцелить его слугу, сказал, что достаточно лишь одного его слова, Христос заметил «Я и в Израиле не нашел такой веры». А потом добавил «Говорю вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в центре небесном. Сыны же царства низвергнуты будут во тьму внешнюю». Эти слова звучали как вызов тем, кто считал только израилетян достойными любви Божьей. Неприятие чужаков, в какие бы одежды они ни рядились, есть инстинкт, который преодолевается людьми с величайшим трудом. Евангелие же недвусмысленно призывает бороться с национальной исключительностью и тем самым продолжает проповедь Амоса, Исаии и Иоанна Крестителя. Выдвигая на первое место духовную сущность закона, Христос вернул первоначальный смысл и предписанию о субботе. Человек наших дней не всегда может оценить значение этой заповеди. Привыкнув к установленным дням отдыха, мы забываем, чем была для древних суббота. Она не позволяла повседневным заботам захлестнуть душу, предоставляя время для молитвы и размышления. Она давала перерыв в труде всем, и свободным, и рабам, и даже домашним животным. Однако была здесь и оборотная сторона. Многие набожные люди, храня святость с седьмого дня, стали придавать ему преувеличенное значение. Во время Маковейской войны группа повстанцев предпочла умереть, не бросив камня, чем сражаться в субботу, и была поголовно истреблена. Тогда вдохновитель борьбы за веру, священник Маттафия, решил действовать иначе. «Будем биться в субботу», – сказал он. И среди фарисеев не раз звучали голоса протеста против утрирования законов о покое. «Суббота вручена вам, а не вы субботе», – говорил один из них. И все же уставные запреты продолжали расти, затемняя цель благословенного Божьего дара. Педанты буквально парализовали жизнь в субботу. Особенно усердствовали ессеи. Они считали, например, что если человек или животное упали в яму в субботу, вытаскивать их можно только на другой день. Позднейшие учители иудейства пытались дать субботним запретам богословское обоснование, в том смысле, что человек, соблюдая праздничный покой, отказывается от любых действий, связанных с его властью над природой. Тем самым он исповедует свою зависимость от Создателя. Однако ничто не указывает на существование подобной идеи в евангельскую эпоху. Христос видел в подобных взглядах искажение духа Моисеевой заповеди «Суббота создана для человека, а не человек для субботы», — говорил он. Однажды в субботу ученики Иисусовы, проголодавшись, стали срывать колосья, перетирать их и есть зерна. Фарисеи сочли это разновидностью молодьбы и спросили, почему ученики твои нарушают субботу. Тогда учитель напомнил им, что и Давид, когда остался со своей дружиной без пищи, взял жертвенные хлебы, а ведь их полагалось есть только священникам. Царь поступил правильно, потому что человеческая нужда важнее обрядовых запретов. Несколько раз Иисус совершал исцеление в субботу и тем вызвал протесты законников. Они стали пристально следить за ним, чтобы публично бросить ему упрек в неуважении к закону. Напрасно он ссылался на то, что и некоторые важные обряды в субботу не отменяются, напрасно объяснял им, что помощь людям всегда есть дело Божье. Он спрашивал фарисеев, «Разве кто из вас, у кого сын или вол упадет в колодец, не вытащит его в день субботний?» Они не могли найти убедительных возражений, однако стояли на своем. «Обрезание совершается, несмотря на субботу», — учили равиды. Иногда Иисус намеренно вызывал богословов на спор. В синагогу пришел человек с парализованной рукой, надеясь получить исцеление от учителя. Был праздничный день, и ревнители закона ждали, как поступит Назарянин. Он же велел больному выйти на середину и задал присутствовавшим вопрос. «Дозволяется ли в субботу делать добро или зло? Спасти жизнь или погубить?» «Они, — пишет евангелист Марк, — молчали. И, обведя их гневным взором, скорбя об огрубении сердец их, говорит человеку, «Протяни руку твою». И он протянул. И восстановилась рука его. И, выйдя, фарисеи тотчас же вместе с иродианами вынесли против него решение, чтобы погубить его. Иродиане действовали в данном случае как представители светской власти — Ирода Антибы. Наибольшее негодование вызывали слова Иисуса «Сын человеческий, Господин и Субботы». Из них следовало, что ему принадлежит власть судить о законе. Может показаться, будто Иисус, поступая так, посягал на церковную традицию и исключал для правоверных всякую возможность принять его учение. На самом же деле основы этой традиции не были нарушены Христом. Ветхий Завет признавал авторитет личного откровения. Все пророки учили именно в силу такого исключительного дара и посланничества. Наступление эры книжников не означало, что прекратилось действие Духа Божьего, поэтому-то в Талмуде такое значение придавалось мнением отдельных учителей. Нередко их высказывания ставились наравне с Торой и даже выше ее. Согласно Тосефте, древнему сборнику раввинских толкований допускалось, чтобы раввин отменял часть постановлений закона. Иудеи в ту эпоху уже фактически отказывались от соблюдения многих параграфов Уголовного кодекса, содержавшегося в Пятикнижии. Эти законы отражали уровень древневосточного правового сознания и в более поздние эпохи перестали соответствовать подробностям дня. Едва ли можно считать, что судебник Пятикнижии есть во всех своих подробностях плод божественного откровения. Целый ряд уголовных принципов Торы заимствован из Месопотамских и других судебников. Следовательно, проповедь Христа не шла вразрез с принципами ветхозаветного учительства даже тогда, когда он прямо настаивал на отказе от некоторых правил Торы. В частности, это казалось ритуальных ограничений в пище. Эти законы были введены в древности для отделения ветхозаветной церкви от иноверцев. Но с каждым поколением они осложнялись, став под конец трудновыполнимой системой табу. В качестве примера можно привести запрет варить козленка в молоке матери его. Происхождение его некоторые связывают с тем, что это блюдо было приготовляемо во время какого-то ритуала пастухов-язычников. В раввинской же традиции запрет стали относить уже ко всякому смешению мяса и молока. Их не только нельзя было готовить вместе, нельзя было даже ставить на стол рядом посуду, употребленную для молока и для мяса. Хотя деление пищи на чистую и нечистую исходило из Библии, Иисус со всей решительностью объявил его устаревшим. Нечистыми могут быть только мысли, побуждения и поступки людей. Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста человека, оскверняет человека, а то, что исходит из уст. Ибо из сердца исходят злые мысли, убийства, прелюбодеяния, блудодеяния, кражи, лжесвидетельства и хулы – это оскверняет человека. Столь ясно выраженная мысль оказалась непосильной даже для людей, ближе всех стоявших к Иисусу. Много лет спустя Петр все еще испытывал страх перед нарушением законов о нечистой пище. Также мало значения Иисус придавал ритуальному мытью рук, которое считалось обязательным у набожных иудеев. Что касается постов, то он хотел, чтобы люди не ставили их себе в заслугу. В древнейшие времена пост был знаком скорби, но в евангельскую эпоху его рассматривали как признак благочестия. Ученикам Крестителя казалось странным, что Иисус не заставлял своих последователей соблюдать посты, как это делал их наставник. «Могут ли сыны чертога брачного поститься, когда с ними жених?» – возражал им Иисус. «Ведь аскеза есть средство, а не цель. Цель – это близость к Богу. Те же, кто находятся рядом с сыном человеческим, достигли ее, и поэтому пост им не нужен». Впрочем, он не порицал аскезы и сам постился, когда жил в пустыне. Знал он, что и для учеников его наступят трудные дни, когда пост станет им необходим. Так в толковании Ветхого Завета проступали контуры нового. В свете Евангелия бледнели и теряли значение многие старые правила и обряды. Они отживали свой век, хотя законники всеми силами противились этому, отождествляя истину с религиозно-национальным строем одного народа. «Никто, – говорил Иисус, – не ставит заплату из новой ткани на ветхой одежде. Пришитый кусок ее разорвет, и дыра будет хуже, и не наливают вино молодое в мехи ветхие, иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но наливают вино молодое в мехи новые, и сохраняется то и другое». Старое не отбрасывается полностью, но рядом с ним возводится иное здание, которому прежнее служит лишь преддверием. Иисус не лишает религию формы, но всегда указывает на первенство любви, веры, внутреннего духовного устроения. Был еще один пункт, в котором Евангелие противопоставлялось Ветхому Завету. Закон признавал за мужем право оставлять жену по любому, порой самому ничтожному поводу. Это было отражением патриархального права, царившего на Востоке. Хотя в Библии высоко ставились любовь и женская честь, а мать окружалась почитанием, положение женщины, согласно закону, немногим отличалось от принятого в других странах. Муж именовался Баал, господин. Жена была почти его собственностью, наряду со слугами и домашним имуществом. Этим объясняется параграф закона, облегчающий мужу расторжение брака. Книжники, догадываясь, что Иисус смотрит на развод иначе, вовлекли его в дискуссию. Ответ учителя касался бы не только закона, но и политики, поскольку задевал самого тетрарха. Антипа оставил свою жену, чтобы жениться на Иродиаде. Иоанн Креститель пострадал именно за то, что осудил поступок правителя. Иисус в категорической форме отверг мысль, будто Моисеев закон одобряет развод. По его словам, Моисей в данном случае сделал уступку жестокосердию людей. Это очень важное свидетельство, идущее против народного убеждения, будто вся Тора получена Моисеем непосредственно с неба. Иисус начертал перед своими слушателями идеал брака. Брак установлен творцом и, вопреки ходячему мнению, не является лишь служебным средством для рождения детей. Слово «плоть» в Библии обычно обозначает всего человека. Когда двое становятся одной плотью, то есть чудо, божественный дар, которым обладают только люди, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Супружеское единство может быть разрушено лишь неверностью. Этот принцип даже ученикам показался невыполнимым. В таком случае вообще лучше не жениться, решили они. Не все вмещают слово это, но кому дано, ответил Иисус. Как и Моисей, он видел несовершенство и слабость человека, однако не намерен был ради этого снижать идеал. Допускал он и безбрачие, которое рассматривал как особое призвание. В то же время многие из его апостолов, в частности Петр и Филипп, были женаты. Первые христиане именовали семью домашней церковью. Сам Христос отказался от брака не для того, чтобы унизить его, а прежде всего, потому что целиком принадлежал отцу и своему посланничеству. Его любовь обнимала каждого человека. Новое отношение к женщине Христос утвердил еще в самом начале своего служения. Идя в Галилею из Иерусалима, он проходил через земли самарян. Знойным полднем, утомившись после пути, Иисус сел отдохнуть у колодца, из которого местные жители с незапамятных времен брали воду. Ученики, оставив его, отправились раздобыть пищу. В их отсутствие к источнику подошла самарянка с кувшином. Она очень удивилась, когда странник попросил у нее напиться. Ведь иудеи, подобно нынешним старообрядцам, считали недопустимым пользоваться одним сосудом с иноверными. В ответ незнакомец сказал, что сам может дать ей живой воды, напившись которой, она не будет больше испытывать жажды. Простодушная женщина поняла эти слова буквально. «Господин», — сказала она, «дай мне этой воды, чтобы мне не жаждать и не приходить сюда черпать». «Иди, позови мужа твоего и приходи сюда». «У меня нет мужа». «Хорошо», — ты сказала, «у меня нет мужа». «Ибо было у тебя пять мужей, и тот, который у тебя теперь, тебе не муж». «Это ты правду сказала». Самарянка поняла, что собеседнику открыта печальная повесть ее жизни. Ей тут же пришло в голову задать ему вопрос о старой распри между самарянами и иудеями. «Господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши на этой горе поклонялись Богу, а вы говорите, что в Иерусалиме то место, где должно поклоняться». Самаряне считали законным местом богослужения не Иерусалим, а гору Горазим, где в IV веке до н.э. построили храм. В 130 году до н.э. он был разрушен хосмонеями. «Верь мне, женщина, что приходит час, когда не на этой горе и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы поклоняетесь тому, чего не знаете. Мы поклоняемся тому, что знаем, ибо спасение от иудеев». «Но приходит час, и теперь есть, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе и истине, ибо и отец ищет, чтобы такими были поклоняющиеся ему». «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». «Знаю, что мессия грядет», ответила она, «Когда придет он, то возвестит нам все». «Это я, говорящий с тобою», сказал Иисус. В этот момент к колодцу подошли ученики. Их поразило, что учитель беседует с самарянкой. Она же, взволнованная, поспешила в горы, чтобы рассказать о встрече с соплеменником. «Рави, ешь», предложили ученики. «У меня есть пища, которую вы знаете». Они переглянулись. Кто мог накормить его в этом негостеприимном месте? Но еще больше удивились они, узнав, что не им, а этой простой женщине, к тому же блуднице и еретичке, он впервые прямо сказал о себе как о мессии и посвятил ее в сущность вечной религии духа. Для Сократа женщина была лишь тупым, назойливым существом. А Будда не разрешал своим последователям даже смотреть на женщин. В дохристианском мире женщины чаще всего оставались молчаливыми рабынями, жизнь которых была ограничена изнурительным трудом и домашними заботами. Не случайно в одной из иудейских молитв были слова «Благодарю тебя, Боже, что ты не создал меня женщиной». Христос возвращает женщине отняты у нее человеческое достоинство и право иметь духовные запросы. Отныне ее место не только у семейного очага. Поэтому среди ближайших последователей Иисуса мы видим немало учениц, преимущественно галилеянок. Евангелие сохранили имена некоторых из них. Это Мария из Магдалы, которую Господь исцелил от семи бесов, мать Иоанна и Иакова, Соломея, сестра Девы Марии, Мария Клеопова, Сусанна, Иоанна, жена домоправителя Антипы. Самые состоятельные из них оказывали поддержку маленькой общине. Однако Иисус не хотел, чтобы их роль ограничивалась этим. При посещении Иерусалима он сблизился с семьей некоего Элиазара, или Лазаря, который жил близ города в поселке Вифане с сестрами Марфой и Марией. Учитель любил их дом, под кровом которого нередко находил отдых. Однажды, когда он пришел к ним, Марфа начала хлопотать об угощении, а Мария села у ног учителя, чтобы слушать его слова. В виде это старшая сестра обратилась к нему. Господин, тебе дела нет, что сестра меня одну оставила служить? Скажи ей, чтобы она мне помогла. Марфа, Марфа, ответил Иисус. Заботишься ты и беспокоишься о многом, а одно только нужно. Мария же благую долю избрала, которая не отнимается от нее. Этот эпизод, между прочим, показывает, что и синоптики знают о посещении Иисусом Иудеи до страстной недели. Хотя прямо об этом говорит лишь Иоанн. Поучительно, что даже противники Иисуса, хотя и видели его в окружении женщин, не осмеливались клеветать на него. Это одна из поразительных черт евангельской истории. Тот, кто однажды покорит ветер и море, пишет Франсуа Мариак, обладал властью воцарять великий покой в сердцах. Он усмирял начинающиеся сердечные бури, ибо иначе в нем поклонялись бы не Сыну Божию, а человеку среди людей. Впоследствии, когда настал час испытания, первые женщины-христианки не покинули Господа, как прочие ученики. Они были на Голгофе в момент его смерти, проводили учителя до места погребения, и им первым была открыта пасхальная тайна. Евангелие разрушило преграды, издавна разделявшие людей. Тем, кто соблюдал обряды закона, и кто не знал их, иудеям, и чужеземцам, мужчинам, и женщинам, каждому оно открывало дорогу в Царство Христово, где становилось второстепенной принадлежность к нации, сословию, полу, возрасту. Созерцая это чудо, апостол Павел восклицал, здесь нет эллина и иудея, нет обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всех Христос. Земная жизнь и жизнь вечная Уверенность в том, что существует иная жизнь, которая продолжается и после распада тела, была свойственна людям с глубокой древности. Такие мыслители, как Платон и Поседоний, впервые дали этому взгляду философское обоснование. Они утверждали, что наш земной путь есть лишь прелюдия вечности. Платон даже называл умение готовиться к смерти главной добродетелью мудреца. Ветхозаветная религия в этом смысле представляла собой исключение. Очень долго она не находила ответа на вопрос о посмертной участи человека. В результате иудеи вынуждены были заимствовать понятия о загробном мире у других народов. Халдеям и гомеровским грекам он рисовался в виде подземной области, где тени умерших влачат полусонное существование. По этому образцу в Ветхом Завете было создано представление о Шиоле преисподней. Настоящее же продолжение жизни видели главным образом в потомках. До тех пор, пока личность еще не отделяла себя от целого, от племени, человек мог мириться с идеей родового бессмертия. Но с углублением индивидуального сознания она стала вызывать протест. Вопль Иова потрясающее свидетельство о религиозном кризисе, через который пришлось пройти Израиль. Праведники страдают, а злые торжествуют. Где же искать правду Божию? Только в потустороннем? Но этого соблазна Ветхий Завет избежал. Отказаться от веры в справедливость и благость сущего было тоже немыслимо. Значит, благая воля Творца должна быть неисповедимым образом явлена здесь, на земле. Таково было состояние умов в Израиле, когда около четвертого века до нашей эры он в первый раз услышал благовестие о вечной жизни. Но не бессмертие души открылось ему, а грядущее возрождение, воскресение целокупного человека, когда и дух, и плоть, и все творение Божие смогут стать причастными в вечности. В книге Даниила и во второй Маккавейской книге вера в воскресение уже возвещается как нечто давно принятое. Существовало представление о двух этапах воскресения. Сначала восстают праведники, а затем все человечество. Этот взгляд был принят и в ранней церкви. Иудейские богословы освоились со столь новым для них представлением не сразу. Автор Экклесиаста Иисус сын Сирахов так и не смогли принять его. Только во втором веке до нашей эры оно превратилось в догмат иудаизма, составную часть его церковного предания. Впрочем, саддукеи решительно отказались переосмыслить взгляд на посмертие и сохранили прежнее понятие о Шиоле. Иисус Христос полностью подтвердил веру в воскресение из мертвых. Однако, постоянно указывая на реальность будущего века и на победу Бога над тлением, Он не проповедовал спиритуализма, для которого земная жизнь призрак. Евангелие учит не только о потустороннем, а и о том, как нам должно жить сегодня. Бессмертие, воскресение, Царство Божие неотделимо от того, что совершается в этом мире. Если человек станет пренебрегать своим земным служением, это будет изменой его призвания. С другой стороны, те, кто все силы отдает только материальному, ждет неминуемая катастрофа. Жизнь коротка. В любой момент от нас могут потребовать отчета. Чтобы напомнить об этом, Иисус рассказал притчу о богаче, который помышлял лишь о том, чтобы в его житницах было больше зерна. Однажды, в урожайный год, он задумал построить себе новые амбары. Но именно тогда пробил его смертный час и все хлопоты пошли прахом. Таков заключает Иисус, собирающий сокровища себе, а не в Бога богатеющий. Алчность, погоня за земными благами, делает человека ущербным. Забывая о нетленных сокровищах духа, он обворовывает себя. Нет ничего страшнее этой слепоты. Горе вам, богатые, горе вам, присыщенные ныне, горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и тля разрушают, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль ни тля не разрушают, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое. Христос призывает к внутренней независимости от тленных вещей. Истина делает вас свободными, говорил Он. На вопрос, является ли Евангелие аскетическим мироотрицающим мучением, или оно приемлет мир, однозначного ответа дать нельзя. Христианское приятие мира, говорит епископ Кассиан, вытекает из представления о Боге как творце и промыслителе. Апостол Павел учил, что Бог познается через созерцание творения. Аскетической практике еретиков дуалистического толка он противопоставлял положение «Всякое творение Божие благо, потому и благо, что Божие». Без этой предпосылки о благе созданного Богом мира перестает быть понятным и земное служение Христова, и его учение, запечатленное в Евангелии. Если мир есть зло, какой смысл имели бы его чудеса? Насыщение голодных, исцеление болящих, Христос любил мир. Но приятие мира в христианстве оставляет место и для его отвержения. Если я отрекаюсь от мира для всецелого служения Богу, это значит, что я высшей ценности приношу в жертву низшую. Речь идет не об осуждении мира, а о иерархии ценностей. Низшая ценность, которой я предпочитаю высшую, не перестает быть ценностью. Аскетический опыт церкви получает свой истинный смысл только при условии положительной оценки мира. Во времена пророков вокруг них группировались люди, которые презирали стяжательство и называли себя духовными бедняками. Они не были нищими в обычном смысле слова, но праведниками, желавшими освобождения от целей суетности. Такими же, по словам Христа, должны быть и его ученики. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Они нищие, ибо сознают, что нуждаются в дарах духа и полны надежды получить эти дары. Однажды к Иисусу подошел юноша из знатной семьи и низко поклонившись сказал «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Что ты меня называешь благим?» сказал Иисус. «Никто не благ, кроме одного Бога. Ты знаешь заповеди. Не убей, не прелюбодействуй, не обманывай, почитай отца и мать». Христос отклонил титул благой, сдерживая чрезмерную почитательность юноши, поскольку в его глазах он был лишь человеком. «Учитель, все это я сохранил от юности моей. Чего еще не достает мне?» Иисус пристально посмотрел на молодого человека, который сразу ему полюбился и сказал «Одного тебе не достает». «Если хочешь быть совершенным, иди. Все, что имеешь, продай и отдай нищим, и будешь иметь сокровища на небе. И приходи и следуй за мной». Юноша оказался очень богатым, и оставить привычный образ жизни было для него слишком большой жертвой. Призыв застал его врасплох. Стараясь пробудить его совесть, Иисус сказал «Как можешь ты говорить, что исполнил закон и пророков? Ведь в законе сказано «Люби ближнего, как самого себя». А вот множество твоих братьев, детей Авраамовых одеваются в лохмоте и умирают с голода, а твой дом ломится от богатства, откуда ничего не исходит для них». Последняя фраза Иисуса отсутствует в канонических евангелиях, она взята из древнего евангелия от Назарян. Но юноша так и ушел, погруженный в печальные мысли. «Дети», сказал после этого Иисус ученикам, «как трудно будет имеющим богатство войти в Царство Божие. Легче верблюду пройти через игольное отверстие, чем богатому в Царство Божие». Эти слова встревожили их, ведь и сами они рассчитывали на привилегии и награды при дворе Мессии. Непосредственный Петр выразил общее беспокойство, в отличие от молодого богача, они бросили все и пошли за Иисусом, на что же теперь можно им надеяться? Иисус ответил многозначительной и загадочной фразой, «Всякий, кто оставил ради него и Евангелие, мать, отца, детей, дом, в будущем обретет вас сто раз больше домов, матерей и братьев». Христос потребовал от богатого юноши раздать все, потому что намеревался сделать его своим апостолом. Другим же людям, фарисею Никодиму, начальнику синагоги Иаиру, Иосифу Аримафейскому, он не предлагал жить в бедности. Следовательно, она вовсе не являлась обязательным условием спасения. Тем не менее, Иисус часто говорил об опасности стяжания. Он видел зло не в самом имуществе, а в порабощении сердца. То, чем человек владеет, он должен употреблять для помощи другим. Блаженнее давать, нежели брать, говорил Иисус. Служение ближним здесь, на земле, есть долг его ученика. Этим еще раз подчеркивается посеусторонний характер евангельской этики. Люди будут судимы по своим делам. Господь прежде всего спросит их не «како веруешьи», а как они поступали с братьями, накормили ли голодных, посетили ли больных и попавших в беду. Социальный вопрос для Христа – вопрос нравственный. Вот почему апостолы и отцы церкви горячо протестовали против угнетения неимущих. Вот почему в истории христианских народов измена Евангелию, отход от его заветов под предлогом надежд на загробную жизнь получили впоследствии неизбежное возмездие. А принципы свободы, справедливости и братства оказались начертанными на враждебных церкви знаменах. Не следует однако думать, будто Христос предлагал какую-то конкретную программу переустройства общества. Он дал людям свободу самим создавать такие проекты, исходя из его учения. Поэтому, когда два брата попросили Иисуса быть арбитром при разделе наследства, он возразил «Кто поставил Меня судить или делить вас? Верящие Ему и без прямых указаний смогут найти путь. Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и все остальное приложится вам». По той же причине Христос не касался и политических проблем эпохи, а говорил о том, что актуально во все времена. Царство Божие Что же такое Царство Божие, весть о котором занимает столь важное место в проповеди Иисуса? Сторонники вульгарного миссионизма связывали это понятие с внешним торжеством Израиля и фантастическим благоденствием на земле. Солнце умножит свой свет, реки живительную воду, плоды будут необыкновенной величины. Пророки же верили, что воцарение Бога изгонит всяческое зло и преобразит вселенную. В апокалиптической литературе последних веков до нашей эры переплетались оба воззрения. А то, что начало царства положит приход мессии, было общим чаянием почти всех иудеев. Иисус говорит о Царстве Небесном как о Своем Царстве, всем державам мира, всем видам человеческого града он противопоставляет владычество Господне. Царство Божие не от мира сего, оно выше всего приходящего, сокрушая власть сатаны, оно несет на землю законы неба. Эту духовную реальность нельзя ставить в один ряд с каким-либо земным счастьем. Земное счастье хрупко, немного нужно, чтобы развеять его как сон, но и оно укрепляется и приобретает новый смысл в лучах евангельской радости, которая учит бесстрашию, вселяет уверенность и надежду. Даже люди, которые, казалось бы, сломлены обстоятельствами жизни или своими грехами, преодолев искус силой веры, обретут блаженство в обетованной земле Царства Божия. Ее наследуют миротворцы и сострадательные, чистые сердцем и гонимые за правду. Там утешатся плачущие, обогатятся нищие духом, насытятся алчущие истины. Как было уже сказано выше, идея духовной нищеты восходит к Ветхому Завету, где слово «бедняк» было часто синонимом праведника, возложившего все упования на Бога. Само выражение «нищие духом» впервые встречается в кумранских текстах. Таким образом, благая весть Христова, есть весть о спасении, о приобщении мира к божественной жизни, как высшей его цели. Когда фарисеи, много размышлявшие о конце времен, спросили Иисуса о явлении Царства, Он ответил им, не приходит Царство Божие приметным образом, и не скажут «вот оно здесь или там», ибо вот Царство Божие внутри вас. Другой перевод среди вас. В учении пророков о Царстве Божием есть также два аспекта. С одной стороны, оно ожидается в грядущем, а с другой, оно пребывает от века. Оно незримо уже присутствует среди людей, если в их душах воцаряется Господь, но приносит выступающим в Него не забытье, а светлое, радостное чувство близости Небесного Отца. Со временем же настанет день, когда слава Царства будет явлена как молния, которая исходит от востока и светит до запада. Говоря об этом, Иисус прибегал порой к образному языку апокалиптических книг, а некоторые его слова были поняты учениками в том смысле, что день славы совсем близок. Однако гораздо чаще Иисус недвусмысленно учил о долгом постепенном приближении Царства и сравнивал его с процессом созревания. Эта сторона евангельского учения тщательно рассмотрена английским экзегетом Чарльзом Доддом. Таково Царство Божие. Оно подобно человеку, который бросит семя в землю и спит и встает ночью и днем. И семя всходит и тянется вверх. Он сам не знает, как земля сама собой дает плод. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, он тотчас посылает серп, потому что настала жатва. Подобно Царство Небесное зерну горчичному, которое взял человек и посеял на поле своем. Хотя оно и меньше всех семян, но когда вырастет, оно больше овощей и становится деревом. Так что птицы небесные прилетают и вьют гнезда в ветвях его. Подобно Царство Небесное закваски, которую взяла женщина и положила в три минуты муки, доколе не вскисло все. В свете этих причин можно думать, что и сегодня история христианства переживает, скорее всего, только начало. Для осуществления замыслов божих две тысячи лет не более чем миг. Процесс роста происходит медленно, закваска действует не сразу. Небесный дар не дается праздным, поэтому Иисус требует неустанной борьбы. Царство Божие, говорит он, усилием берется. Все значительно редко достигается без жертвы, без отказа, без труда, а ради царства никакой подвиг нельзя считать чрезмерным. Человек должен искать, действовать, выбирать. Входите узкими вратами, ибо широки врата, и просторен путь, ведущий в погибель, и многие идут им, ибо узки врата и тесен путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его. Предание сохранило и другие слова Христовы, указывающие на неизбежность выбора. Кто близ меня, тот близ огня, кто далек от меня, далек от царства, Евангелие от Фомы. Единение с отцом превосходит все ценности и идеалы, все священные и благородные цели человечества. Обретая его, мы обретаем все. Если соблазнит тебя рука твоя, отруби ее. Лучше тебе без руки войти в жизнь, чем с двумя руками пойти в гиенну, в огонь неугасимый. Подобно царство небесное, зарытому в поле сокровищу, которое человек, найдя, скрыл, и от радости идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хорошую жемчужину. Найдя одну многоценную жемчужину, он пошел и продал все, что имел и купил ее. Нехорошо человеку быть одному учит Библия. Люди созданы как существа, нуждающиеся друг в друге, и само дело Божие они должны осуществлять совместно. Древнее обетование было обращено к ветхозаветной церкви, то есть к общине верных. Она была избрана, чтобы стать народом святым и царством священников, братство людей, посвятивших себя Богу. Когда же народ завета оказывался недостойным этого призвания, пророки возлагали надежду на тех, кто устоял, кого они называли остатком. Но Иисус уже говорит не просто об остатке, а созидает как бы новый народ Божий. Некоторые богословы высказывали мнение, будто у Христа не было намерения основывать церковь и что оно было приписано ему лишь позднее. Но в Евангелиях многое говорит против этой точки зрения. Можно ли считать случайным, что Иисус избрал именно двенадцать апостолов? Несомненно, он видел в них своего рода родоначальников общины Нового Завета, подобно тому, как древний Израиль вел происхождение от двенадцати патриархов. Христос говорит о престолах, на которых вы